друзья всем всем большой привет сегодня у нас было несколько с утра испорченное настроение значит я вам расскажу все подробное и чтобы предостережу вас кто прибывает на острове тенрифы значит полиция немножко буйствует сейчас почему могу рассказать значит тот случай который первый был у меня это года четыре назад мы с харальдом приехали я взял машину и поставили возле океана на стоянку никаких знаков там не было значит мы вечером ставим на стоянку утром приходим ищем машину машины нет ну соответственно ее эвакуировали что они делают они по поводу стоянки сейчас рассказываю они значит люди поставили вечером или там ночью на стоянку а рано утром всем утра они ставят знаки якобы у них пальмы будут сейчас подвязаться ну куда это годится и берут вы приглашают эвакуатор и эвакуируют машину вот так мы у нас был тогда испорченный день это было лет года четыре а то и пять назад когда мы приехали на остров тенрифы мы обыскали мы не знали куда обратиться мы искали полдня нашу машину кое-как нашли эту машину и в итоге еще заплатили 180 евро штраф это за эвакуацию и плюс за то что мол поставили под знак вот имейте ввиду что сейчас и тогда то есть это вот вот такие моменты дальше написали мы заявление тогда с харальдом они не ответа не привета не ответили что сегодня происходит сегодня мы собрались ехать вальта тена это в сторону лос силос туда дальше за бой на листа сели втроем машину и на сидит спереди харальд сзади едем спокойно общаемся и что получается подъезжаем к трассе выскакиваем и на автобан подъезжаем к трассе и смотрите что происходит мы едем здесь значит навигатор у меня не был включен значит я растерялся во первых вот эта дорога идет на лос силос а за мной едет вот здесь на мотоцикле не понял даже кто я думал что это спортсмен просто едет до какой-то яркой одежде но я понимал что это не милиционер никакой а просто какой-то спортсмен и и он начинает меня поджимать соответственно я выезжаю здесь идет значит прерывистая да я уже не стал разворачиваться на эту прерывистую чтобы выскочить на лос силос я спокойно беру в вправо а он меня поджимает и показывает вперед выезжает и показывает давай следуй за мной здесь было кольцо здесь можно было выйти развернуться и пойти дальше на лос силос но я ему ради своего уважения к нему уступил место выскочил на эту дорогу причем мы ехали не быстро и на это все видела и на расскажешь что дальше что происходило вот и я подъезжаю останавливаюсь у меня дальше тебя тащит я понять не могу что он хочет от меня на испанском я в испанском пару слов только знаю вот и я останавливаюсь останавливаюсь где halte stelle bus значит остановка для этих для автобусов а теперь он расскажет свое мнение вот и на сидела все это наблюдала и как все происходило и какое отношение к обычным можно сказать туристом хотя и не туристы здесь живу можно сказать я прилетаю сюда два раза в год и живу по два по три месяца и на мнение мое мнение такое не мое мнение то что я видела и абсолютно неважно были вместе друзья друзья мы я это видела и в общем то я водитель с 30 летним стажем которые абсолютно и слава богу не получила за свою жизнь и одного штрафа вот непонятно почему нас отвели в сторону мы встали мы вышли дисциплинированно дисциплинированно я сначала пыталась не вмешиваться мужской как бы разговор между сашей и полицейским мы с харальдом сидели машине машины наблюдали какую-то субординацию но тогда когда я увидела что полицейский себя очень нервно ведет стучит он попросил меня документы я достаю ему документ то что я был ликвидатор чернобыля показываю что я бывший военный летчик ликвидатор чернобыля он нему он мне транзит на испанском я его понять вообще ничего не могу нервно что-то показывает да все я говорю давайте успокоимся встанем мирно будем разговаривать мне такой тон ваш не нравится и на вышла и начала его еще снимать вот эту вот нервность все что он делает он достает прибор и начинает проверять вот такую дает мне трубочку я открываю эту трубочку я так понимаю что он будет проверять на алкоголь вот и вставляет эту трубочку и заставляет меня дуть вчера мы вечером выпили бутылку вина значит у меня показала я продул все как положено я понимал что это не как в россии бывало вставляли там со спиртом тряпочку эту или ватку дуешь и получается промилле получается у меня 00 промилле я говорю я вообще-то говорю сегодня не пил и говорю почему вы так посчитали а у меня лицо красное я вчера перезагорал вчера перезагорал у меня лицо красное может ему показалось что я пьяный но я вел себя очень-очень корректно саша ничего не показалось у него просто такая техника и психология работы давить на людей давить на людей любой бы человек в этой ситуации растерялся а потом он понял что я из россии но я ему пытаюсь объяснить вообще-то я уже живу семь лет говорю вас ты есть у вас такое недалекое понимание россии и такая гневность да по отношению к россиянам но вы меня тогда извините потом дошло до того что он звонит кому-то я так понял что подмогу какую-то вызвать подъехал абсолютно приличный человек на мотоцикле он оказывается родом отсюда и хорошо знал немецкий язык я только на немецком смог ему объяснить что мы ехали в лус силос он начал нас придавливать заставил вы вытащить на эту дорогу и после этого еще потребовал штраф штраф значит если бы сегодня не оплатили бы это штрафа был бы 200 евро а харальд подносит 100 евро а он а кэш и он не берет только картой соответственно меня на карте астрийской были деньги хорошо что я взял ее вставил ему карту все расплатился и он потом настолько все это знаете как лиза я не знаю как это как под лиза какая-то да начал руку жать да все и на вся взбешенная уже гать нет он говорит тебе на друг он тебе не тройнет да говорит вообще типа я потом не ну начал успокаивать можно понял что и на уже была просто возмущена всего этого происходящего так что милые мои кто приезжает на тенерифы имейте ввиду что вас ждет вчерашний случай позавчерашний случай тоже был из ряда вон выходящего мы едем значит на по дороге такая дорога двухстороннего движения с прерывистой линии хорошая видимость более 100 метров видно на дороге что машина стоит мы и поехали туда ну зачем нам ехать 9 километров вперед если можно на прерывстые линии развернуться я начинаю разворачиваться подъезжает на аранжровере какой-то испанец молодой причем и начинает меня снимать милый мой так ты же попал уже на деньги а не я потому что ты снимаешь на ходу меня зачем ради чего я что нарушил я что пересек и сплошную линию нет вот такие вот дебилы был попадаются нашей жизни которые могут просто в чем испортить испортить полностью день так что милые мои кто приезжает на тенерифы имейте ввиду помимо того что сейчас происходит в испании а вы слышали как останавливают румыны и прочие молдаване это сто процентов шайка работает и наш друг так пострадал когда едет он машет типа остановись у тебя там колесом у проткнулась да люди останавливаются идут смотреть колесо в этот момент они утаскивают сумку с деньгами с банковскими картами очень очень аккуратно кто путешествует еще на машине по материку испании вот такой крик души так что меня теперь осталась вот такая трубочка которая стоит 100 евро вот в итоге потом и на садится в машину и и берет кэшом отдает деньги алина невозможно нет саша возьми эти деньги и давай все забудем ну короче этого просто потрясающий человек конечно она вообще здесь ни причем не дает еще мне 100 евро понимаете конечно мы эти 100 евро потратим на те нужды которые в отдыхе нам необходимы нам еще отдыхать и на улетает 27 числа ну вот такой человек именно сорокина а я всегда говорю как любят говорить говорить израильтяне пусть лучше бог возьмете да а на израильском как это все милые мои кто приезжает на дарифы будьте осторожны внимательны вот такое маленькое короткое все понятно все большое спасибо оставайтесь и живы-здоровы всем пока пока и и и и Продолжение следует...